Тишина! Тишина! Вообще, я как один из отцов-основателей... Молодец, выпьешь за мной! Серёга, хорошо! Во-первых, из шести апостолов, столбов, могу сказать, как это начиналось? В Одессе! В Одессе! Как это всё начиналось? Теперь, меня всегда интересовали киви, я уже объяснял почему. Самая сложная в экологическом плане группа, самая интересная. То есть я разводил около 140 видов разновидностей аквариумных пресноводных рыб. Морских я не разводил. Это я когда-то дому французу просто перечень составлял, у меня когда-то дал работу. Теперь, эта группа всегда была очень скудно приставлена, скажем, на рынке. То есть у меня главы её боялись и говорили, что она не востребована. Хотя всегда было сомнение, потому что когда смотришь на Арахова, как он может быть не востребован. Рынок был. Я тангинейкой занимался, на Турцию отправлял в Египет и так далее. Я делал, у меня лангиоры, это апельсины. У меня были метки по 480 мальков. Для альталамбролога контрисцепса 350. Не проблема. У меня продавалые самцы были вот такие. Олег, ты охраняешься. Я к чему? Это всё тоже не продавалось. Малави продавалось тоже плохо. Но почему-то некоммерческая рыба. Я человек практичный. Я понимал, чтобы цены не упали, надо денег. Надо искать источник. Я понял, что есть такая рыбка. Это Бранкилус Рахова. И надо его найти. Бросил себя искать. В Киеве доходило стоимость самки до 100 долларов. Рассказывали баски и так далее. Я искал, вышел на вольеру Костяна через Накова. Когда появились ёстики. Все на рынке. Все скрывали. У нас Шубович продавал их. Это вольеры были. Кстати, американский штамп. Все скрывали откуда они. В общем так, в поисках этого ёстика я выхожу на Каландерца. Азима, откуда всё сводится? Каландерец говорит, тут типа собираются люди и поедешь. Я говорю, ну поеду. Всё на Каландерца сходится. Ну тут не на Каландерца всё сводится. Всё сводится на Костю Шедловского. А в Одессит там? Ну в Одессит. Так вот, мы теперь к истокам приближаемся. Я говорю, съедем. Ну времена были сложные. Мы с супругой снимали жильё. Там денег нет. В общем, у меня жена там заведующая клиническая лаборатория. Там биохимия, иммуноферментный анализ. Нам отливало денег, мне где-то дало. Дало денег, говорит, едешь. В Гонецк? В Горловку. А, в Горловку. В Горловку. В 2002 год. Лето. Страшная жара. Мы с каландырцем едем в автобусе практически сутки до Донецка. И, естественно, мы себе фантазируем. Там, а вот будет это, а вот будет то, а сколько будет людей. 20 человек. 30, 40, 50, 60. Не знаю. Ну, сходилось около полтильника. Молодцы. Приехали мы в Донецк. Встретил нас Рома Дуров. Отвез на птичку. Птичка в Донецке не катая. Абсолютно. Там едят новые литры. Химикромис бифастат. В общем, химикромис липоливи который. Цвет там, ну, здесь паркет ярче. Я думал, что это новый вид вообще химикромиса. Ну, подошел к человеку, спрашиваю, что это такое. Я такого еще не видел. Ну, он летел к полюс красавец. Туда понятно. Красавец. Ну, ты такой красавец. Ждем мы Рому. Он там организует какую-то встречу. Тут же одесситы типа приехали. Ни я, ни Каландырец, ни одесситы. Я с Новой Ушицы. Он где-то с Чекраски. Ну, мы с Агландырца ехали. Ну, мы с Агландырца ехали, да. Ну, Каландырца была одесская, близкого у меня не было. Ну, не важно. У нас встреча, в общем, там Сережа, Славик какой-то. Там очень все набежали. Каландырца уже меня тоже. Встретили. В чебуреком и госткой, да. И поехали дальше мы в город. Славик. Славик. Надо понимать. Горловка, ну, индустриальный городок. Очень серенький, очень посредственный. Такой. Люди очень напряженные. Едешь в маршрутке, мы там разговаривали, поносительно громко на нас все оборачивались. Вот такие. Каландырца прижал, он остановил маршрутку. Я думаю, они до сих пор вспоминают таких циничных одесситов, которые захотели по-маленькому и наглые. Центрю города. И пить. Наверняка у тебя пить, да? Никого? Да. Не важно. Приехали до этого, спусты между руками не зайдешь. Ну, цены горловки были, ну, полтора раза примерно ниже, чем водитель. А Славик тоже не против. К Славику мы сейчас доберемся. Нет. Да ты долго. Ты один. Нет. Вы главное устраиваете. Главное. Берем мы водку. Берем мы колбасу. Приходим к Славику. С Ромом. У нас делегация Рома, я, Сережа. Нас встречает Славик, Шевловский Костя и Максим Аксенов. Это все. И кто? А как они узнали, Максим Аксенов? Масквичи. Масквичи это всю стеречь организовывали. Они организовывали. Шевловский ее организовывал. Костя делал... Максим делал сайт. Костя и Максим это основные ассоциаторы. Это самая главная история. Я знаю, знаю. Да. Теперь. Когда россияне увидели, что мы столбасули с водкой, испугались, сразу побежали за билетом. Ну, мы так в обминку соединяли. А зачем они тогда организовали встречу? Мы испугались. Я просто не знал, что Костя закладывает. Ага. Я... До таких нюансов я бы записывал, понимаешь? Если бы знал, что это будет иметь какое-то значение. Теперь. Калоритная личность Лешанка Славика. Человек, который назывался самогоном. И содержал коллекцию, наверное, лучшую туда, то что я вживую видел. Катабранкиусов. И вообще размеры. Размеры. Ребята. Рахова был... Ну, вот кто видел псевдотрофеус Дамазонни взрослого самца. Вот это была пара... Четыре сантиметра. Четыре сантиметра. То есть восемь сантиметров. Восемь. Я их не мерял. Но у меня шесть. Я больше не мог не мерять. Банки были по двести пятьдесят, по триста литров. Нерестовники где-то шестьдесят восемьдесят литров. Малька была навалом. Рыба была сильно подтянута с животы. То есть, видно, микробиологически какие-то проблемы в хозяйстве были. Очень серьезные. Это сейчас ты со своей позиции уже вошел. Я взял рыбу, она практически вся тут же высыпалась. Я сразу сожживал манерест. И так я ее зацепил. Теперь. Россияне сразу слиняли. Остались... Ну, есть такой анекдот. Было нас четверо. Я кум, грамот и феронимцев. Кажут куму, кидай грамот. Осталось на сбой. Когда нас россияне увидели сводкой из колпасы, нас осталось четверо. В честь. Да. То есть, получается, россияне уехали, обещали связаться. Ну, очень быстро. Мы пообщались там 3-4 часа. Потому что они уехали сразу. То есть, где-то час мы посидели за билетами. А потом, я знаю, 2-3 часа уехали и тут же потом после этого уехали. Поэтому круг общения был чисто украинский. Это Решенко, Дуров, командирец и я. Теперь, по поводу, возвращаемся к Моттабранфусов. Моттабранфусов я взял землю Рахова, которая абсолютно не коммерческая рыба. Первую сотню я сделал, я стоял с ней минут 5. Олег! Никто, ни что, не продается. Ни неоны так, ни циклиды, ни маловийцы. Рахова должен хорошо быть просто окрашен. 5 минут, когда она пустая скупался в карман. Олег! 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 Спасибо за доквар! Лампочку! Моткарева нет! И вот он! А, батя мой! Ну, хороший он там. Было прошло, сына. Хороший. Увидел специалист отличнейший. И сразу мне сделал докварель на 200. Аквариум нержавей, как корпус. Какой себе? Стекло? Железо сверху стекло. О, работа на нашей... Там, где корабли едут. Значит, что? Сурик стекло! Сурик! Сурик сенцовый, олифа и порошок. Зубчики. Это все так. И... Я 8 лет, уже его здесь. И... Ну, и наша. Ну, как всегда. А я родился возле Куреневского базара. Ооо! Это я здесь, в 5 лет, на Куреневке. И, ну, ходил туда. Ну, я вам скажу, тогда он стоил 50 копеек. Петух, самый здоровый, 75 копеек. Самый красивый. А такие, может, и закрыться. Ну, и я не начинался там. Меченосы. А, очень мне понравились эти дисковые красные маленькие пиццы. Вот. Ну, они мало рожали. Ну, а к этому... Да. К этому... К этому... Меня добил этот товарищ. Потому что у него язык сильный. Такой. Та-тя-тя. Он стоит один из двух, и у нас там вот такой вроде продается. Кстати, почему наша служба очень погадная? Люди не ведутся на это. Покупаю? Да. Покупаю. Развезти меня к нему. И вон меня. А я хожу, смотрю. А я ж ж покупал до этого. Но я ж не сдал. Я пришел сразу, буквально. Бах! На следующий день. И жиреет. А переместит он. А у меня ж вода из-под крана. А у него не из-под крана. Ну... И он мне наш вопрос. Разводить меня, разводить. Разводить это... 2010 год. Всего-навсего. Я всего семь лет. Ну за семь лет. У меня... Все, что у меня есть, я развел. Развел шестнадцать или семнадцать. Какая была самая первая? Ралофи. Ралофи. Покуп. Жири. Покуп. Благодаря, наверное... 2010 год. 2010 год. Я только... Далому вот. Минуту. Я смотрю... Эту хочу, эту хочу. Он сидит... Бям-бям-бям. Оп! Не, ну в 2010 год. Ну, можно. В Дем-Дим, там в мостах. Что там? Короче... У меня уже ломат. Мне это стало. И я бы... В Дом Пионера. Там был... Там был... Это... В Дом Пионера. В Дом Пионера. Там был... Это... Двух. В ЗОО. Были рыбки. Пареные туда. Пусть будет. Ешьте, ешьте. Там. Это были малинейцы. Скалярии. Клавы. Ну и буквально через... Года три, когда я ушел в Сестернаторе. Помню... Я подавал... И... У меня появилась другая парка. Да, да, да. На таких лесниках подставка. Я пошел туда, записался... Пионером в ЗОО. А там разгорел. Куда-сюда. И мне в награду... Вот. И мне в награду дали пару... Пару веченосцев и пару скалярий. Ого! Они у меня пожили... Десяца два. Скалярии дуба врезали. Я не знал, что за корон воздухе надо. Подъем воды надо. Все время сухим кормом кормил. Судя в том... Потом... Я уже расширился. Пригладал к Павелу. И... А, нет. Да, в армии я только рыбками так занимался. В армии пришел. Женился. Выпахнул из... Гнезда. Перешел к жене жить. И... Она тоже была любительницей... В армии. В армии. Тоже завели... У нее. Завели тоже... В армии иончиков. Такое компрессор купили. Кормили. Понял, что и живым кормил кормил сюда. А в то время у меня с калями положили на стекло или на листик. Ну, знаешь, жди, кто выгонит. На стекле вырухнула себе. Ну, не знаю. Наверное... Соня. Большого. Выгонил я, честно говоря, наверное, с десяток или полтора. Слушай, еще раз. С калями. А, да. А... Нет. Рассказывай. Проказывай. Да. Прокажу я на скличку в трехлитровой базе. В банке и хожу, предлагаю всем из калярии. Смотрю, приходит... Он только с усами играл. Сененький. Да. А это совсем. Работал только в футболе. А это совсем. Работал только в футболе. А, да. А, да. А, да. Ну, мы разговаривали. Я говорю, давай поднимаемся туда-сюда. Тогда пара южных стоила полторы гривни. Полторы гривни. Полторы гривни. А это какой год? Ну, тогда он назывался калюру. Да, 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 да. Калюру. Калюру, да. Да. И взял и южных, не оранж, а капустерия, как сейчас называют. Шоколадный. Это даже не капустерия была. А, да. Просто афиатерон не нужен серый. Он другой. Был другой, я знаю. Но это не капустерия. Он более шоколадного, темного цвета был. Косички чуть-чуть были. Розовые и белые косички. Верхний помню, был без косички, без ничего. Ну, это ты принимался, что... Ну, по пути разговаривали, что он куда и как. Я начал собираться еще другого. А он еще тогда жил где? На трудрезервах? На трудрезервах, а я на гарматы, рядышком. А. Да. В то время я поступил в работу, на розовететах работал. Я сюда. Так, изредка с ним общались. Года два или три. У меня южные так разбились. Я, наверное, десятка-полтора. Пошил себе сачок, сделал. Машину служебную туда. Где-то озеро вижу, лужу. Наколопал, выкармливал. Пошел в рост. Вышел на базар. Пять минут постоял. Разбежал. По парам. Где были не пары, там вот мальчик приходил. Я им ударил. В таком паре. Потом семью пригласил к себе. Домой. Посмотри. У него три стойки. Одна стойка метр шестьдесят. Раз, два, три, четыре. И пятое до потолка. Здесь две емкости вот такой высоты. По восемьдесят, по девяносто литров. И сор стекла сидели. Он себе выфрезеровал. Вынимались они на почивниках. На любую высоту. Сверху стекло. И по стойке стояла вертикальная сороковая такая большая лампа. У него на тот берёд было шестнадцать видов. О, шестнадцать видов. Мы потом с ним сдружились. Он мне рыба символически за рубль парк давал. Потому что было так принято, что рыбу если взял на шарика, она у тебя обязательно пропадёт. Потом скооперировались. В пятницу ездили в Москву. В субботу мы в Москве. Познакомились с Лебедевым. Полкановым. Мы на базаре у них покупали рыбу. А потом познакомились. И они привели их домой. Посмотрели их хозяйство. Да, да, да. И договорились до того, что они и симпозиумы из-за границы где-то привозили рыбу. Давали нам пару. Как правило мы брали для подстраховки две пары. Я уже с ним был грамотный в этом плане. Молодёжь с десяток-полтора возвращали их в Москву. Уже определившись окрашены. Вот с этого я начал. Аплодисменты. Ну, аплодисменты. 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 Правильно? Спасибо большое. Я браконьер. Ну что? Буду кратко. Буду кратко. Я лошара. Вот вы сейчас все, кто рассказывает про себя все, что это вот. Как они там от авлодок выдают. Ну, четыре годика. Вернувшись в родную Одессу. Из страны, которую ты вчера не угадал. А я ничего не угадал. Кстати, я пока еще... Короче, поселились у бабушки в частном доме. В Одессе. В соседнем доме. Там соседи жили, моют. Сверстник одна водка был. И вот у них там в окне там забор практически никакой был. Тоже вот стоял такой аквариум. И плавала хреново куча губий. Мне было годика четыре. В общем, я ходил к ним под окном. Вот так смотрел всю дорогу. Закончилось тем, что месяца через три-четыре соседка пришла с пол-литровой баночкой. В которой плавало несколько губий. Подарила. И сказала, вот ваш сын там ходит в столе. И папа приволок аккумуляторную банку вот такую. Ты знаешь, что такое аккумуляторная банка. Еще как. Вот. В этой аккумуляторной банке у меня жили губи. А свет тут? Потом, это мне было четыре годика. Когда мы переселились на другую квартиру, мне было семь, шесть. К семи года мне восьми купили аквариум на 30 литров. И рядом был такой базарчик. И вот я туда ходил. И рыбки стоили там пятьдесят копеек пара. Там шестьдесят. Потом я повзрослел на трамвае. Там уже ездил в советскую армию. Там был зоомагазин. Был магазин природа. Вот два магазина. Вот я туда ездил. То все. Ну и короче, потом на стараковку начал ездить, как повзрослел. В общем, каких-то рыбок всяких разных держал. Первые кири, которые мне попались, меня уговорил один продавец на базаре на нашем. Дай бог памяти, по-моему, это там Рахова были. Ого! Это у него легкие? Они были, ну просто они в Галич там, ужасные, маленькие были. Но это было Рахова. Я у него спросил, а как их разводить? Мне было, наверное, девять лет тогда. Рахова тогда не было, выживцы. Почему? Юнтер был. Не надо. Юнтер. 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 Юнтер раскрепил. Юнтер был. Семьдесят четвертый. Не, 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 Юнтер. 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 Юнтера. 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 Юнтера, скажи. Короче, он мне, я же маленький, скажу, а как разводить? Он-то просто. Ну, короче, он меня оббыл, сказал, что они просто разводятся. И все будет хорошо. Ну, в концовке. Он сказал, да, вот с губами будут хорошо с меченосцами жить, все классно. Ну, короче, меня надурили ребенка, а они меня потом сдохли. Поэтому это были мои первые кили, но они меня никак не зацепили. Я понял, что это полное ровно, которое нельзя держать. Но потом, когда в 12-ти, у нас же там на базарчике, я увидел рыбок, а их где-то в таком размере были, щучки. И вот они в этих аквариумах были. И там солнце светило. И они такие красивые были, что просто агренели. Кто угадал? Ну, одна байда. К женям это довольно бедно. У мамы 4 рубля, чтобы купить пару, я выключить не мог. С другой стороны, как-то меня тоже не вдохновляло откладывать что-то. В общем, они для меня были не сбыточной мечтой. Так же и сложилось. Развел, там слел, ушел в армию, там с аквариумами завязал, все. Долго не держал аквариумы. Потом устроился в 2005 году уже переезд на эту работу. И думаю, блин, надо поставить аквариум. А какую рыбу запускать? Ну, думаю, буду запускать вот так, что мне в детстве нравилось. Ну, чего где там нравились? Мне нравились тернеции нравились. Ну, так что, декоративно. Короче, понаслупал. А вот всякое там. Блин, а мне ж когда-то нравились вот эти щучки. Лениат. Лениат. Я думаю, блин, надо щучек. Вот в детстве я не мог себе позволить. Вот надо щучек. Пошел на базар, на староконку. Говорю, пацаны, надо вот лениатусы там, щучки. А нету ни у кого. Я говорю, как там у кого? Ну, вот там вот есть. Костя с Игорем стоят. Вот там у них спросили. Ну, я подскажу. Ребята, вот вам направили, типа, щучки там лениатусов купить. Ну, типа, да, вот мы тут развели сейчас. Но они еще маленькие, непонятно, где самец, где самка. Ты там наведывайся, мы вот скоро выставим. А я работаю так недалеко от староконки. От них хранделок начал на эту староконку приходить. Ну, вот там с ними лят-опаляли. Ну, подраздели у них, эти ленятусы. Ну, купил я у них. И все. Ну, а дальше... А дальше я их там. Ох, их надо развести. Это же мечта с детства. А потом они начали подсовывать всякую хренатень. Там типа, а вот попробуй фундула панхакса, там в этом вангаре, а потом, а у тебя уже что, два, у тебя уже три вида, а давай на выставку, а тут я на выставку пришел и сразу, моя рыба, второе место там в группе, да, евы, палы, рули, ну и пошло, так что, это были щучки из детства, лениатусы. Ну, бля, класс, хотя их продавали, что можно, мы все, мы все, мы все здесь. Значит, ну ахваримы у меня вообще появились, 96-го, у соседа увидел гупешек, ну и завел все готовы, гупешки, гурю, хосты, потом в 2005-м ушел в армию с ахваримами, уже на тот момент завязывал, совсем задавал, в 2006-м году за щуп я узнал где-то в 98-м, в 2000-м, прочитав журналы, книжки. В 2006-м он пришел, поставил по новому аквариум, узнал аквафоруме, сначала завезли на аквафоруме, потом, как помню, это мой день рождения, 2007-й год, я приезжаю на птичку, и сейчас я понимаю, это только объект, продавал пазанов и кромописьмом бетаенатум, которые были от колонеза. Я взял туда две пары, потом через аквафорум познакомился с Куцаченко Игорем, он мне присылал и сказал, что есть выставка в Одессе, это моя выставка в 2007-м году, я первый раз сюда приехал. И вот после этого я каждый год езжу на выставку, кроме 2014-го, то есть ни одной выставки в 2007-м году, в 2014-м. Придешь в житель, я... Так вы на перезапишите! Нет, не перебивайте! А в каком городе? В 8-м лет, в городе Одессе. Вот. И я какую-то там христианную банку порвала, принесла домой, ну, они, конечно, сдохли. Потом сосед нам дал буты. Так было много, сколько детей, и все подобные, у меня немножко жили. Ну, это были... это были люди уже. А сюда я попала. Я пришла, мне очень понравился крылья. Такая теплая обстановка была, что я не могла не задержаться здесь. Ну, и кто первый? Первые рыбы были из Кишинева, привезли нам, так называемого армия, тогда они были калиуромы. Да, да, правильно. Вот. И на добранке у Дюнтера. Дюнтера. Ну, в году. Это уже было, ну, я знаю, в 80-е, наверное. Ну, нормально, 20-30-е. Вот. Или где-то в 78-м, ну, так примерно. Ну, что мой клет посетил. Присовесли вас. Поэтому я их люблю больше всем. Ага, правда? Да. Потом выходили, там высмотрим. Вот, вот так вот. Ну и все. А в 12-м году умер муж, как-то все упал у меня, вот. И я не разводила уже ничего. Сейчас я начинаю. Оживаю, дорогие друзья. Давайте. Да, дружок. Если рассказывать историю сначала, то... Я... 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 Я когда ушел в первый класс, решили подарить какую-то жизнь. Что поспитывался там... Ребенок... Какие-то домашние животные. Пошли далеко, купили мне попугайчиков. Обычных парков. Попугайчиков. Но до... По небыстренько один почему-то заболел и погиб. По другой летел корточку. Благополучно и, значит, пропал. И вот дня четыре подался... Ну, наверное, да. Я его решил все-таки... Наверное, хотел бы его приучить, но не получилось. Ну, так как они говорят, ну... Я сильно расстроился, они говорят, ну, не переживай. Мы пойдем на рынок и тебе купим других попугайчиков. А это было на зимних каникулах. Зимой у нас видит загнать небольшой. И пошли на рынок, попугая там не было. Ну, я понял, что я возвращаться отсюда, без живности оттуда не могу никак. Да. И мы еще не имея ни аквариума, ни чего. Значит, мы купили рыбу. Купили рыбу. Купили гупи, сопиков. И майонез. Ну, видимо, да. Там помогали выбирать. Уже пришли домой. Начали искать какую-то емкость. Взяли у соседки, да. Крупные были эти аккумуляторы. Были круглые, взяли бородобные химпосуды. У меня мама работала с золойбашками. Посадили туда рыбу. Вот, и я уже с тех пор, ну, с перерывом только на два возраста в армии, держал рыбу в стоянке. Но в Виннице рыб было очень мало. Интересных, ну, привозили, там, если что-нибудь привозили, ну, привозили такой элементарный шиппотреб, который, там, периодически покупал. Собирая, помню, нашел, нашел, шел со школы, нашел у нас 3 рубля. Я пошел, значит, на радостях накупил все шире, же я там, на рынке. Сказал, что все. Ну, как минимум 4-5 пар купил. Да, вот. Но, когда я уже немножко был в четвертом классе, у нас повезли в школь, школьников повезли, 4-й или 5-й класс, повезли на экскурсию в Москву. Да, и я просился, я говорю, мы должны были идти в музей Ленина в последний день, а потом уезжать. Я, значит, сказал, я в музей Ленина не пойду, а пойду на птичий рынок. Какой ты аплодитичный? Да, я потом жалел еще. Думаю, как же я Ленина не увидел? Поехал на рынок. Поехал на рынок. И купил, накупил там рыбы. Но, что мне понравилось, я купил, я купил тетрадон. Я купил тетрадон. Я купил тетрадон. Но я, когда рассчитывал, это, считай, я был в 73-м году, пришел в школу. Не, в 73-м, в 75-м. Знаете, где-то около 50-х год. Ого! Вот. Купил таких, ну, обычных, но мне просто, когда я рассчитывался за них, я выгреб сумел и, значит, я потом понял, что мне на метро не остается доехать. То есть я вообще все потратил. Свиночка! Мне потом эти продавцы вернули еще 5 копеек, чтобы я поехал на метро, домой вернулся. Ну, хорошие люди. Я даже место помню. А потом, это что касается вот... А потом уже, я начал, когда подрос, при первой возможности здесь, вот сказать, привозить, ну, ездил, покупал на рынок. У вторых, потому что в Виннице купить что-то было интересное нельзя. Потом, когда я уже приехал в Одессу, после армии уже вернулся, я в общежитии завел себе аквариум. Причем у нас первый аквариум украли. До сих пор я живу в этом общежитии. И завели себе аквариум, у нас были бутылки, они там постоянно решили поставить аквариум. Пустили поставить аквариум, поставили пару макропонов, и приходят аквариум, просто вот как был 40 метров в аквариуме, его просто вот не ставили. Кто-то открыл бутылку. Мы потом попросили у нас, в каком были, там, в общежитии вечером. Мы говорим, слушай, обойди вот аквариум. Вот такой вот. Ну, тогда они все были, каркасные, тяжелые. Говорим, у кого-то ж стоит в комнате, никто спрятать не мог. Аквариум мы не нашли. Где-то там в грамме спрятали. Ну, не успели в тот же вечер. То есть мы вынести жена. Но потом, я уже тогда стал, был на втором курсе, уже женился, у меня товарищ подговорил, говорится, слушай, самое главное дело, сейчас все этим занимаются, выгодно разводить рыбу, профессионально, не, это зубцов. Они работали, это, ребята были, сами россияне, из Туга, они с меня уговорили поехать. И в гости, по дороге, я, конечно, сошел на вечеринку. Я там увидел, в касается Кири, я первый раз столкнулся, вот так я увидел, троллейбист, громадный, которые сидели, в Кане одни, были взрослые, я тогда не мог, никогда в эту взгляну. Я ничего про них не знал вообще, и продавец, по-моему, даже мне толком название не сказал. Я их купил, привез, а потом оказалось, что это два самца. И сейчас был такой взрослый, что я вот когда через них, я начал искать, я понял, что все, они как-то, нет, и в это время, у меня Козлов наш, он же работал долгое время в Москве, и он познакомил меня с одним из московских зеводчиков, Гостя Лома. Да, он занимался тоже Кири, он, значит, в зоопарке, Кочта, который работал в зоопарке, у него родилась книга, как нам сказали, что эта книга Шиле, вот эта, Шиле, по-настоящему, английская, да, это был, онтажа, на одно время, тех событий, которые, Костя уже рассказывал, я говорю, слушай, мне надо вот эту книгу, там что-то, ну вот, нет информации, нет, он просто звонок, а Кочта держал ее в шкафу, никого не пускал, и книгу не давал на руки, не веришься, то есть вообще, он, значит, это все повторяется, 70-х годится, Костя ходил туда в бегемотник ловить в зоопарке бегемотник, и он туда ходил, и в корму, а он маленький, худенький такой, и он через окно, когда время обеденного перерыва, когда он пошел в зоопарк, в корму, он залез, хочет его в кабинет, я думаю, что хочет его до сих пор, взял эту книгу, а нашел где-то, где он нашел, в ксервис, я не знаю, а ксервил эту книгу, и залез в корму, но положил в корму, и эта книга, вот в акцентарии, оказалась у Козловой, я когда эту книгу, мы ее взяли, и у меня жена хорошо знала английский, она вот эту книгу перевела, вот она когда начала переводить эту книгу, она говорит, вот так, значит, как правильно перевести, я вот начал серьезно рисоваться в кире, вот и в это время, я поехал в Москву, и тогда, в Москве, я увидел первые, ну тогда их называли, памяткистями, 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 огромного размера, усадки, это такой, Саша Филин, они синий-красный, просто, обалденная рыба, я вот увидел у него, этих, еще долгая, облупился на Ледиуса Витейн, из тех, о которых мы говорим, но которые сейчас, очень холодные, со звездочками, они ярко, ярко горящие эти звезды, и они не серые, в этом мире, это шоколадные, и первый, и взял надбранную, да, уже взял, и прочитал, кочку, не урьяна, я прочитал, все, я еще помню, у меня первый слой грунта, у меня надо проехать, я, и, тогда я еще познакомился, был такой, уникальный, Юрий Носковский, его продавал, сейчас, они называются, промоксиньоны, риджерба, зеленый, я говорю, послушайте, а почему эта рыба, он говорит, мне, когда этот джинбак, ее отдавал, начинал отдавать, и, он сказал, что есть тут, он сказал, значит, я потом Козлова, а Козлова, всех знал здесь, это не видимо, единственный, и первый советский, безработный был, безработный был, безработный, он, у него, у него, у него, у него, он закончил, у них был один, один поток, один курс, они сделали, потом закрыли, органализм все это, они, они отложились, и он говорит, а он приходил, он говорит, я хочу, поработал, специальности, с того, я диплом, а такой специальности, я не говорю, уходите, и он, не работал, занимался, вот я тогда, взял еще, а разве все получилось, с первого, гюнда, вот они, да, вот я когда увидел, когда у меня вылетела, пуча моряка, я все понял, что все, это колдовство, да, потом уже познакомились, взросло, кстати, у послова, тогда жили, у него жили лусы, и жили билетану, в том, что сейчас, это не Анна, да, он, когда уехал, вперед, через две часы, он никому не удавал, он никому не удавал, что он бальтал, и упал, и он там, облизывался, и он тогда, и он кранер, говорит, у меня есть, а, приедет ко мне, я тебе покажу, Ралофе Целентарь, я говорю, я к нему приехал, он достал шкафа со сушеной земля, он говорит, я долго на нее смотрел, но мне надо заборнуть, как она будет, он, да, кранил ее, говорит, она у нее вытворили, вот, мне говорят, что были в Москве когда-то ацидентальность, были, были, тогда часто, работали в Африке, наши, работали на, они привозили, я скажу, как привозили через границу, был такой, там, фамилия его, по-моему, Гусев, он в Москве, потом снялся с растениями, он тоже получил, что ли? Вот они, когда приезжали, за границу, у них был вопрос, как везти крутость, в торфе, там, они, значит, покупали сигареты, выбивали оттуда табак, забивали, вместо места, вместе с торфом, вместе с торфом, в сигареты, да, в сигареты, забивали, через границу, и, да, Акин берется рыбу, значит, и, в кульке, ему сказали, рыбу у тебя соберите, по-любому, а он такой, значит, наглый товарищ, он говорит, не заберут, он говорит, заберут, что делает, он идет, там, в аэропорт, на подоконниках, цветы, вазон, он хватает вазон, и идет на томочку, ему говорят, это мой цветок, я купил, он говорит, нельзя вам цветок, он поднял страшный скандал, по поводу этого цветка, уже все посадили на самолет, он говорит, ладно, черт с вами, я его оставлю, оставляет цветок, и проходит, все, как же, не просматривал, и он уже все, москорды заворочил, цветок бросил, ну что хрен в нем взлетел, и, вот тогда, с московскими любителями, я, благодаря московскими любителям, начал заниматься к козлом, меня с ними познакомили. А потом уже, пошло, москорды, ну, Потом занялся Кили Кочиров, а Кочиров, я тоже готовился с Русской Сережей, который тоже любил Кочиров, и потом мы привели уже холостерцев, который в первую очередь забрал, был в Русской. Продолжение следует...